Уже в течение какого-то времени Федеральное бюро расследования Соединенных Штатов, ФБР, официальное заявление Рэя, Кристофер Рэй, директор ФБР. ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии на планете наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. То есть сказано, что Китай, американские ученые, которые работают в Ухане и китайские ученые, быть может и ученые других стран в кооперации, создавали биологическое оружие, запрещенное во всем мире. Кстати, Рэй добавляет, что Китай мешает расследованию Федерального бюро расследований. ФБР – это организация, которая, конечно, может ошибиться, но, как правило, не ошибается и прещем сделать какое-то заявление. Они тысячу раз перепроверят все, что они говорят. Это уже не доклад Конгрессу, который когда-то мы, могу с гордостью сказать, вот ужас, у нас в стране этот доклад сутки был даже не переведен с английского на русский. Делали мои ребята, мои журналисты доклад Конгрессу от имени целой партии в Соединенных Штатах, от имени республиканцев о подлинных причинах происхождения коронавируса на планете. Там все было расписано, как из какой комнаты вирус перешел в какую, как это все было сделано. Вылетел вирус случайно. Смеялись, когда мы сказали, возможно, летучая мышь улетела, которая является переносчиком этой заразы, которая, очевидно, в Ухане, там, в Ухане, в лаборатории делался эксперимент. Как издевались надо мной? Оказалось, правда, он мог вылететь именно с летучей мышью, которую потом поймали и продали на базаре в Ухане. Китайцы же все употребляют в пищу. Так что опасения вот того самого ученого, чья жизнь оборвалась трагически китайского, который первый предупредил мир о том, что происходит что-то страшное и непонятное. Сегодня директор ФБР, еще раз скажем, уже не партия, которая докладывала Конгрессу, опираясь на мнение специалистов, нет. Разведка, собрав мнение всего мира, ученых всего мира, говорит, вирус имеет искусственное происхождение. Кстати, на канале Геннадия Онищенко, на платформе Караул, можно заметить, что и позиция Академика Онищенко в последнее время претерпела серьезные изменения. До этого Геннадий Георгиевич рассказывал нам всем о том, что все-таки это природная история коронавирус. Мы с ним спорили. Оказалось, что мы правы, к сожалению, мы правы, но Китай официально никогда не признает, что он выпустил заразу, которая унесла жизни гигантского количества людей по всему миру. Но по идее Китай за такие опыты бесчеловечные должен быть наказан. А как мы можем поддержать Китай, наш стратегический партнер, один из немногих в сегодняшней ситуации, как мы можем поддержать заявление ФБР. Поэтому у нас, в отличие от нас, журналистов, которые работают на платформе Караулова и на тех каналах, которые мы ведем в интернете, никто, заметьте, никакие официальные средства массовой информации в нашей стране. Об этом заявлении господин Рея не сказали ни слова. Поставлена точка. Но главный-то вопрос. Ну хорошо, вот там палачи. Теперь понятно, что палачи. Да, они угробили огромное количество людей. Вирус продолжает убивать. Господи, если я буду перечислять количество моих друзей, близких мне людей, которые ушли от коронавируса в актер Владимир Коренев, Евгений Евгеньевич Нестеренко. Господи, это не хватит ни на руках, ни на ногах пальцев. Сколько именно от коронавируса погибло людей просто уже в моем окружении. И так у каждого. У многих, во всяком случае. Я трижды переболел ковидом. Моя жена дважды. Мужой тоже трижды. Третий раз как-то более-менее. Легко оперз и чуть не помер. Еще раз. Каждому нанесен вред. Колоссальный вред здоровью. Последствия коронавируса вообще не изучены. Саша Градский именно от последствий коронавируса умер. Да разве только он один? Последствия. А они могут быть через год, через два и через пять лет. Никто же не знает, что это такое. Для чего создавалось это оружие? Для того, чтобы нас на планете было поменьше. Специально выпустили. Не думаю, тогда у китайцев была бы вакцина. У них, как сейчас, ковид накрыл Китай. Не было у них вакцины. У китайцев. Значит, правы ученые, правы разведчики, правы все, кто говорил, коронавирус – это утечка из лаборатории в Ухане. Но нам от этого не легче. Нам всем, кто пострадал от ковида, чей бизнес пострадал, кто потерял работу, кто потерял здоровье, стал инвалидом. А как Китай ответит? Да никак. Почему? Потому что он сильный. Потому что у него атомная бомба. Потому что у нас стратегический партнер. Мы не сдаем своих друзей. Молчим же. Или пока молчим. Вот это мой вопрос. Мой вопрос в том числе и руководителям нашего государства. Продолжение следует.